Макс! Может мы начнем? Вообще три часа ночи как бы ты вломился ко мне в квартиру и сказал давай снимать ночную заставку И мы ее снимаем ребятушки Да, нам приехала из заведения шашлык номер один Я широко раскрываю рот чтоб там побольше шашлыка взлетало Вот ты был на майских шашлыках или ты работал? Я не был Мы в госбастер снимаем Вот и я не был, я другую еду снимал Но сейчас шашлык номер один отведаем прям баранину, курицу, свинину, говядину, в общем все что все любят Но в начале что это делать? А шашлык номер один это что такое? Понятия не имею, я первый с этого знаю заведение А это заведение так называется? Ну заведение да Проверим номер один он или так себе второй, третий? Ну если мы не знаем номер два, номер три больше, значит номер один в принципе то Вот эгоисты Явно хозяин заведения болеет нарциссизмом Ребяточки это пирометр и мы сейчас проверим приехали ли нам в теплости и сохранности или в ужасстве Давай открывай, а я пока открою что здесь есть Макс, ну что ж ты натворил то? Ё-моё! Это не я, это так доехал цезарек То есть вы понимаете Я бы хотел вытащить из пакета, а он О и вот порванный этот самый Ё-моё! Ё-моё! Так, ну-ка Максик, давай бегом все Вылизывать Язычком аккурат, потому что все течет уже на пол Ну ребят, это не дело Но по температуре нормально Ха-ха, ты проверил так Давай попроверим 25,6 Цезарь хороший Тепленький, блин, ну реально это конечно жесть Салфетки привезли Лаваш, вот держи У вас салфетки жирные, да? Блин, ну ребята как-то Ой, и вот мы все по столу размозили Так Я боюсь просто открывать То есть сейчас Вот тебе еще соус Обмажемся мясом Вот тебе Пашлёль, пашлёль Мясо делим там Все, красиво Раз, два Ммм, сущей мамой клянусь вкусно будет Салфеток здесь нет В смысле? Салфеток здесь нет Я заказывал 4 персоны То есть Не на одну персону Ну это не салфетки, это лаваш А тут До сих пор вот эта вот штучка Ребятушки Мы пока вкус не попробовали, но Доставка отвратительная Ну ладно, да, пробуй вкус, скажи, что Как тебе? Ну это точно с шампуров, то есть Как бы Есть, есть дырка Рисовен, нитки Блин, надо сделать фиш, то есть с шампуров Просто Это палочка от эскимо Так Натыкали вы Посмотрите, ребят Мы думаем это шампур, но это палочка от эскимо Но мне все равно нужны салфетки, Дим Мы у тебя дома Метнись Смотри, очень удобно отмечено Две кипа плюсик Свинина минус И Курица плюс То есть нам приехала Курица, но они ошиблись и Думали, что свинина, но потом Исправились Вроде тепленькая, давай проверим Сколько она по градусам Ох Ух Слушай, смотри какая И прям пахнуло Лучком Ну именно лучком Так стоп 41,6 ребят, то есть это прям тепленько Ну-ка, так можно я пальчиком потрогаю? Ну, пожалуйста Ну как бы Не, мне просто интересно Ну, так Ну, вроде тепленькая Ой, вальза, вальза, шашлик Ну, стих, ну потом все нормально И так, друзья Ты приперзли ко мне в 3 часа ночи, чувак С едой Ты меня разбудил, да хоть с папы римским ты ко мне приди Тут мясо на трешку, чувак Понимаешь, нам это есть всю ночь На 3-е транспортное кольцо что-то мешает? И так, сорок градусов семга и она кстати Вот это охеренно выглядит, ребята Смотри, вот сейчас вот, вот как надо Но мне кажется, она чуть-чуть перегрелась Смотри, ооо, ооо, ася у вас Потому что пережарена, по бокам подгорела Ооо, ну, слушай, семгу Ладно Попробуем на вкус, в общем потому что У меня есть лайфхайк, как и отгореть избавиться, обтёрку потерять, вот эта тупейшая херня. Я вам Каспарова. Ну от Гарри типа, ха-ха-ха, ну камон. Гарри, топора вставьте сюда. Овощи и грибы. Матерь Боже, что это за... Это картошка. 40,7 тоже. Ну слушай, какие-то верблюжьи яички сейчас. Причём уже старые, правда. Почему три? Вот ты, вот ты и вопрос. Отец, сын и дед верблюд, так сказать. По одному дали нам на стол. Выкрутился я из... Выкрутился я. О, говядина. А как ты это определил, тут же не отмечил. А, не заметил. Это, кстати, плюс, потому что... Ну вообще, как определить-то, да? 36,2, то есть мы скатываемся пока. С этим контентом. Так, рыба была. Ох, вот это... Это другое ассорти. То есть здесь, как мы заказывали, пол силы мяса. Это вообще страшно звучит. Свинина, баранина, курица, говядина. Нет. Тут другое. Фильм... Фильм Оно, либо это... Нечто смотрел? Да, да. Ох. Тут Оно как раз лежит. 44,3. 41. В общем, от 40 это хорошо. Полкило мяса. Не, ну ты придираешь, там разница в 4 градуса. Одно мясо быстрее пожарилось, они его... Ох, болтится. Одно мясо быстрее пожарилось, они его кинули, соответственно, в ложку другое, чуть попозже. Окей, я согласен с тобой. Это у нас что? Баранина. Ну, слушай, вот здесь я смотрю, я вот прям отчетливо вижу, что баранина, ну чисто состоит вся из жира. Прям очень-очень нехорошо. 39,4 это меньше 40. Смотрите, ребят, вот кость и вот это все практически жир. То есть жир... Тут мясо-то нету, вот мясо, прослочка мяса и здесь немножко и все. Остальное все жесткий жир. Жирный баран дал нам только то, что ему больше не надо. А мы дадим жирный минус баранине. Опа. Ребятушки, естественно, на тахтаре, потому что это как... А правильно так, да? На тахтаре? Да, на тахтаре. То есть это один из самых вкуснейших лимонадов в принципе. Да, в мире, потому что вот нам, честно говоря, попались не очень вкусные варианты, это груши и тархун, есть в них виноградные. Вот виноградные... Вот так хочется говорить. Поэтому мне хочется тархуна, я так не хочу говорить. После винограда не надо. О, ребят, ну прям... Давай понюхаем друг у друга. Ммм... А, так как, а что, мы же подали стаканы Сочи 2400. Ну, слушай... Мои фирменные стаканчики. Подали стакан, и он... Я поддержал нашу олимпиаду. Почти вовремя. Как бы она немного прошла. Не-не-не, я тогда это купил. Тогда поддерживал? Чувак, понимаешь, я купил эти стаканчики, и они пошли в жестком дефиците, и их практически не выпускали. И я так зайку и не купил. Но зато у меня есть ты. Ну, я что, хуже? Три часа ночи. Хуже знаешь. Принес мне пожрать. Первый на весы встает люля-кебаб не из свинины, как написано, а из курицы. То есть, открываем весы. Синхро. Почти 200 грамм, а он должен весить 100 по заявленному. Ну, не-не, подожди, тут вопрос в том, что это должен быть шашлык, а тут лук, лаваш, коробочка сама, так что ты смотри. Не, ну, больше 100, это уже плюс, потому что бывали доставки, когда вместе совсем было меньше. А ты как заказал, там, может, сколько там рублей? 135. За 100 грамм? Да. Так они, может, тебе больше привезли и больше денег взяли? Нет. Цены прям вот такие, как и нужно. Количество единицы. Ну, ладно, ладно, ладно. Либо они прям больше суют за такую же цену. Что вряд ли. Да, ага. Потому что, а? Так, что, ну, как тебе, ну, мы должны его попробовать оба. Так, сколько ты отъел? Ты отъел 18 грамм. Понятно тебе? Все? Да. Ой, господи, как же костром-то вкусно, углями. Кушай. Кстати, по запаху реально вот угольки есть. Ммм. Нет, их внутри нету, но просто вот сам. Запах окутанный. И очень хорошо, что они к каждому блюду кладут лавашик. То есть, взял, закусил, все хорошо. Эй, мэээээ. Но минус в том, что лавашик у них, как же, мокренький становится. Мокренький, потому что он внутри. Как кисненький. После, ну, да. Купал. Отвратительно, шутка. Это я пытался... Добить мою несмешную, да? Я пытался твою пошляцкую, хоть в какое-то русло нормально. Причем мокренькая, кисненькая, песенка. Писенька, да? Ты сказал, что-то что-то что-то. Да, песенка. А, я... Всё. Мокренькая, кисненькая, кисненькая. Вырежи это. Оставь это. Я тебе заплачиваю, я тоже оставь. Опять же, минус доставки, то что приезжает всё в конденсате. Но плюс этой люля-кебабины, что она, в принципе, вкусная. И я думаю, что если там заказать прямо в ресторане, то она будет намного вкуснее. Ну, это не самый лучший люля, который я ел. Не самый, но знаешь, и... Но этот люля минус не просит них, ну, понятно. Ничего не просит. Ну, это, в общем, нормальный, не плохой, не отличный. То есть, ну, есть можно. Есть можно. Вкусненько. И привезли чуть больше, чем должны были. Ну, да. Так что больше не позитива, да? Не знаю, на самом деле, смотря как все остальное. То есть, тут норм, но больше бы я, на самом деле, не заканчивал, потому что конденсат, он убивает. Слушай, ты бургеры Blackstar закажи. Вот они, слава богу, сами доставку не делают. То, что у них все в порядке с головой. Они знают, что такое сочное мясо, оно дает много сока. А вот те дураки, которые привозят людям, тем, кто не хочет идти в ресторан, они все бургеры становятся мокрыми и невкусными. Вот здесь та же самая песня. 133. То есть, я так понимаю, что около 100 грамм говядины, а остальное все это лучок и, соответственно, тоже мокренький лаваш. Тут... Два кусочка всего? Да, два кусочка. Одно тебе, другое мне. Велосипед, как говорится. Вот это похоже на велосипед, да? Ну, такой как бы... Такой он, уже прокатились по обрыву. Да, потертое седло там скрипит все. Ммм. Костром прямо пахнет и есть вкус. Ну, смотри. Да, это говядина. Да, говядина. А что это по-твоему? Не, просто... Свинина, думаешь? Не, просто... Очень странно и... Говядина даже не так жуется просто. Ну, хорошо. Как... Хорошо. Я не знаю. Какие есть предложения? Это точно не свинина. Я говорю, вот смотри, вот оно реально, когда откусываешь, похоже прям на курицу. Серьезно. В плане не по вкусу, а вот прям по ощущению. Вот живется как курица, на вкус, ну, ближе к реально. Похоже на говядину, но не прям. Ну, в общем, на самом деле, да, что-то странное, но эти самые, конечно, ворсинки тут прям говяжьи, но странновато. Возможно, такой маринад, который как раз-таки это все и делал. Потому что это шашлыки, они в маринаде, а там рядом лежала курочка. Слушай, они не могли просто случайно сюда курицу положить. Слушай, вот у тебя, я вижу, реально жилки, как у говядины. У меня таких не было. И на вкус это, ну, реально было похоже на курицу. Мы уже не проверили. Вот твою мать. Я так быстро съел. Ну, они могли, потому что у них такая доставка, что они могли рассосовать просто все. В общем, ребят, эта тайна останется тайной. Не, я могу, конечно, сейчас постараться, но я думаю, это не войдет в ролик. Тоже прям не самая лучшая говядина, которую я ел. Лавашка опять могенький. Опять все средненькое. То есть прям очень хотите есть, очень хотите в шлыках можно заказать, но... А сколько ты на это все потратил? Три косаря, да? Да. Предлагаю взять овощи и грибы. По трендам хочешь пойти? Да. Потому что наметает... Картошку. Охренеть, ребят. Овощи и грибы. Три картошины. Ну а сколько, смотри. Ну опять же, 160 грамм. А, или ты именно картошку заказал? Да. А, я просто подумал, здесь овощи и грибы. И тут прям раздолье. Тут просто нет варианта картошку. У них все по стандартам. Опять же, картошка, видимо, была на шампуре, потому что она с... Кушай, кушай. С характерными дырочками. А я возьму другой соус. Один у нас чесночный, другой у нас чили. У тебя какой, чесночный? Ммм. Чили. То есть остренький. У меня чесночный. Хотя, может, это чесночный? Ты что не можешь определить? А, это чесночный. Бля. Ой. Иди, твою мать. Стоп. У тебя чесночный? А это тогда что? Нет. Попробуй. Ну это, это чили, скорее всего. Ой, оперный театр. Так. А, чили имеется в виду. Да. Это чили, там чесночный был. Ох. Фу. Первый вариант правильно был. Да. Это ты меня запутал. Просто ты не уверен. Фу, прям нормально дает. Прям. Чили прям хорош. Чесночный, после него уже вообще никакой. Как картошка тебе? Ну, картошка хорошая. То есть, да, тут ее сложно испортить, потому что как бы она растет. Ее проткнули. И все, в принципе. Так вот сделали и все, и привезли. Давай мы, вот, нет, давай, наверное, давай разнообразим. Баранину давай. Давай рыбку попробуем. А то все по мясу да по мясу. А вот морепродукты, они же тоже на гриль делают. Все по мясу. Все по мясу. 177 грамм. Как обычно у нас идет основное блюдо и лавашчик и вот сегодня у нас такой вот лимончик. А я выдвинул его. Он выдвинул его. Он был нормальный, просто Димка хотел выдвинуть лимон. Ох, прям хорошо как, смотри. Цедится. На вкус не очень? Мне не нравится. Суховато. Суховато, да. Суховато, прям вот это сто процентов. Но, естся удобно. То есть как бы у него, у этого рыба, волокна. У этого рыба. Хорошо отделяется. У этого рыба. Да, это блюдо хорошо. Ой, слушайте. Я знаете что скажу? Рыба реально не самая первая свежесть здесь. После вкуса есть, не очень хорошая. Просто у меня мама очень любит рыбу. Мы ее в диком количестве готовили. И я научился отличать, когда она не совсем свежая. Вот здесь после вкуса очень неприятно есть. Суховато и в конце горчинка не очень приятно. Но если прям очень сильно сдоблить лимоном, то хорошо. Но зачем специально... Мокрый. И водка тоже. Но зачем специально сдабривать, чтобы не было плохого вкуса, если ты заказываешь и хочешь хорошего. Поэтому рыбка ниже среднего. То есть если все как бы... Средненькая картошечка чуть лучше, чем средняя. То здесь как бы чуть ниже. Ну, рыбку немножко сложнее готовить, чем картошку. Тоже верно. Поэтому они ее испоганили. Да. Ребятушки, очень интересно. Тот злосчастный Цезарь, который к нам приехал очень в не том виде, который мы заказывали. По массе 213 грамм. А обещали 250. Так у тебя вылилось все на стол. И это меня не волнует. Я это не съел. То есть... Да что ты врешь? За кадром ты все съел. Ну там было меньше... Ты мои деньги, мои деньги наяривал. Там было меньше, чем 33 грамма. Понимаешь? Ну... Ну... Понимаешь? Вот... Почему ты так негативно смотришь? Где-то больше, где-то меньше. Ну я хочу, чтобы было везде больше. Либо везде так, как положено. Потому что ну это... А может быть виноват я? Потому что нехрен заказывать салат Цезарь в грузинском ресторане. Да. С шашлыками. Понимаешь? Они такие, в смысле? Кто заказал? Блин, как делать? Быстрее, давайте сюда. Открывай гугл. Гугли срочно. Беги в Эль Патио. Беги в Макдональд, заказывай. Кстати, я не удивлюсь. Итак, смотри. Давай... Подожди, ешь ты. Ё... Давай уже ешь. Просто я хотел, чтобы мы закусили лавашком. Потому что мы взяли лаваш, лепешечку. Все, чтобы проверить. А он сразу ест. Ну ладно, давай, давай. Давай я съем. Не, нужно по отдельности. Потому что смотри. Очень важно, что? Чтобы хрустели у нас... У нас греночки. Салат Цезарь отвратит. Похоже, еще хуже, чем... Семушка. Наша. Самый отвратительный Цезарь, который ела. Да, и... Ну у них... Цезарь прям что-то не их блюдо. Потому что они привезли плохо и невкусный. Понимаешь? Просто... Да, совсем. Просто настоящие кавказские парни в сакки цезарь не кушают. Они кушают мясо со струщей. Да. В общем, друзья... Четкие парни кушают люля. Цезари там вот туда идут все. Здесь плохо все. И соус, и... Соус, кстати, на столе. Соус на столе, да. Соус был единственной крутой частью. И он оттуда сбежал, понимаешь? Чтобы в этой ерунде не быть. Гренки не хрустят. Соус, который остался, но он вообще невкусный. Да убирай его. Че ты рассуждаешь так? Не хути-ка. Все, плохой. Там еще много еды. Давай. Надо сказать почему. Это мы обосрали и не объяснили. Плохой Цезарь во всем. Мокро. Невкусно. Гренки не хрустят. Блин. Все. Конструктивное было. Конструктивное было. Идем дальше. Баранинка приехала к нам с пылу жалу. С жару. Баранина корейка. 100 грамм за 230 рублей. 180 грамм жира, как мы выяснили в начале. А, да, точно, точно. Не совсем четко, конечно, здесь. Вот, вот, ну что это такое? Давай возьмем прямо то, что нам привезли. То есть тут кость, естественно, потому что это корейка. Вот прям смотри. Вот это прям вот так отдирается. Мясо. И, собственно, все. Мясо вот это тебе. Угу. Как-то быстро 100 грамм ушло. Ой, у меня просто жир, реально. Я тебе говорил. Какой-то привкус. Ты чувствуешь? То ли масло, то ли вот это что-то такое. Вообще, я просто постоянно хожу в какие-то грузинские кафе, рестораны, кушаю хинкали там, в чихану и так далее. И вот мне часто приносят баранину. Вот она так вкусно приготовлена со специями и прочее, что вот само запаха барана, вот реально привкуса вот этого, его вообще нет. Оно нежное, вкусное, прям тает во рту. Здесь прям очень плохо. Не знаю, кто готовил, но, ребят, ну вот мне не очень понравилось. Ну как не очень? Ты прямо разнес. Не понравилось вообще. Не понравилось. У нас можно говорить то, что ты правда считаешь. В отличие от других шоу-возможных баранинов, как и Сёмка... Ну, плоха, плоха. Как и Сёмка, плоха. То есть... Как и Сёмка. Картошка пока лучше. Твою мать. Из всего привезенного, самая крутая картошка. Ребят, сейчас давай, вот надо прям подготовиться к этому моменту. Смотри. Вот так руки сделаем. Насчёт три резких взглядов. Раз, два, три. Настало время мистических невероятных историй о другом мясе. Это не свинина, это не говядина, это не курочка, не другие птички и черички. Это другое. Ас-уртих. То есть... Асса! 520 написано. А сколько должно быть? Полкило. Вообще. За 950 рублей, это важно. То есть, почти косарь запутала мясо. Ну смотри, смотри, тут как бы... Реально много лука и лаваша, мне кажется, что здесь мясо меньше, чем 500 грамм. Ну то есть, потому что у нас есть запас в 20 грамм. То есть, этого больше, чем 20 грамм. Больше, больше 100%. Ну в общем, пускай так, потому что это типа блюдо, ассорти, мясное полкило. Стоп. Эта коробка лежала ближе всего к оператору. Ты не думаешь, что во время того, как мы разговаривали, кто-то мог... Подложить 20 грамм. Итак, значит, давай... Вот кто это, я просто не знаю. Давай. Тут обычное мясо или это ассорти из чего-то необычного? Обычное мясо. Классно сказал. Так, ну это прям говядинка. Кто это? Смотри. Оооо. Это ужасно. Знаешь что... Можно и есть? Помнишь, у всех был в детстве такой мяч резиновый? Вот реально... Помнишь его вкус, да? Да, больше его вкус, когда он у тебя прилетает в лицо и ты такой... Мммм. Тот самый вкус мяча. Мммм. Вот примерно вот... Вкус газона. Так. Не то, что сочность, а вот какая-то жёсткость. Курица норм. Курица норм. Ну и плюс, конечно, к жёсткости тут огромный кусок жира. Понятно, что он есть везде, но в нормальных местах его срезают. То есть, ну тут как бы... Ребята. Откуда же ты это с праздником? Ну... Ну я жду меня. Прямо словно. Так, ладно. Так, я не пробовал курицу ещё из этого ассорти, поэтому попробуем. По запаху прям ну хорошо, вот костерок. То есть, ну это... Костерок блатной, три семёрочки. Ммм. Курица... Курица лучше. Не скажу, что... Что прям вау, супер и... Я ничего не ел вкуснее, но... Она вот такая, как должна быть после костра. Что за хрена? Как вы это умудрились сделать? Мы заказали говядину, курицу, баранину. И вот здесь, я так понимаю, курица и говядина лежит. И говядина хуже, чем в отдельной коробке. Как? Ну, смотри, мне, блин, это заказывать тогда. То есть, тут один ответ. А сами виноваты. Нефиг, блин, ночью нас тревожить. Вообще-то. Вот я тоже самое думаю, поэтому им хотелось. Подожди. Друзья, итог первый. Если у вас нет зубов, либо они плохие, ни в коем случае, шашлык номер один, не заказывайте доставку. Потому что жуется прям вот с трудом. А что в ресторане происходит? Не знаю, вот у меня, кстати, есть идея для рубрики перепроверять доставки именно в ресторане. Есть ли разница? Не, разница, конечно, будет. Это как, знаешь, на грани в ресторане. То есть, я буду так сидеть, мне пришла доставка, и я пойду проверить, как она в ресторанчике. И тоже такая музычка там. Ну, норма идея? Диме понравилось, а мы продолжаем. Не знаю, что это. Это мне реквизит. Мне это вообще не понравилось. Я так скажу, что доставку в шашлы... Шашлык номер один, да? Я никогда не буду больше делать. Вот такие пироги. Потому что, а что еще говорить? Ну, невкусно. Невкусно, некачественно, неинтересно. Цезарь самый плохой, который я пробовал за последние, наверное, года три-четыре. Потому что, ну, там все плохо. Он и приехал, и по вкусу, и по виду. Ну, очень плохо. Он настолько плохой, что даже бруд бы такой. И груд бы сказал другие слова. Сказал, вот... Я есть груд. Он сказал, цезарь, отстой. Я есть груд. То есть, он бы новые слова сказал для себя. Курочка в целом лучше, чем все остальное. Баранина вообще минус. Говядина, но... Ни туда, ни сюда. Как попадется? Потому что некоторые куски норм, некоторые так себе. В общем... Соус чили реально острый, поэтому отдельно можете его заказать каким-нибудь другим блюдом. И на Тахтаре, ребятушки, это лучшее, что сегодня было. Это лучше сегодня было. А знаешь, что сегодня еще круто было? Что? Я так сладко спал. Поэтому давай побыстрее это закончим. Друзья мои, ссылочка найдите на канале в описании. На всякий случай, если вдруг вам нечего смотреть по ночам. Здесь мое видео. Подписывайтесь на канал. Еще одно видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok